МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Ирбис. Все самое важное к этому часу в материалах наших корреспондентов. А в студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Павлодарцы сегодня остались без воды. Причиной назвали аварийное отключение насосов. Десять лет колонии получил экс-полицейский, обвиняемый в грабежах с применением табельного оружия. Полный расчет. Управление ветеринарии пообещали погасить задолженность по зарплате перед сотрудниками на следующей неделе. Бразильский карнавал. Экзотические цветы, виноград и овощи выращивают во дворе многоэтажки. Дорогие павлодарцы и гости нашего города. Представляем вашему вниманию прогулочный трамвай. Это не просто романтика. Это необычные незабываемые свидания. Это оригинальное место для съемок лавсторий. Это приключения для детского праздника. Это яркие впечатления и нестандартные решения, которые подарят вам чудесные воспоминания и эмоции. Стоимость аренды приятно удивит. Всего 13 тысяч тенге за час. Воплощай, покоряй, будь оригинален. По всем вопросам обращаться по телефону 33 38 38. Все еще без собственного жилья? Купи 5 билетов Телебинго стоимостью 2500 тенге и участвуй в розыгрыше новой квартиры. Билеты можно купить в торговых центрах и супермаркетах вашего города или онлайн. Розыгрыш состоится 26 сентября. Подробнее на сайте ssoldos.kz Все, что интересует вас, интересно нам. Проект, где вы задаете свои вопросы и получаете ответы в прямом эфире. В этот четверг, 9 сентября в 20.40. Звоните по номеру 55 76 40 и пишите на WhatsApp. 8 705 600 31 85. В студии интересно знать о Ким города Павлодара, Асаин Байханов. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Медицинский туризм планирует развивать в Павлодарской области. Сегодня глава региона провел актив, на котором обсудили основные вопросы, озвученные президентом в послании народу. Как они реализуются в нашем регионе, расскажем прямо сейчас. Повышать эффективность системы здравоохранения поручил президент Казахстана в послании. Аким Павлодарской области сегодня отметил, что в регионе делается много для улучшения качества медуслуг. И в первую очередь для того, чтобы увеличить продолжительность жизни населения. Как известно, в ближайшие годы за счет инвесторов построят новую многопрофильную больницу, которая, по мнению Абылка и Раскакова, может послужить развитию медицинского туризма, привлекать пациентов из соседних городов, областей и даже ближнего зарубежья. Наряду с этим мы планируем определенные перемены сделать в сфере первичной медико-санитарной помощи. Уже начато обучение врачей общей практики, которая работает на уровне поликлиник. И на базе четвертой поликлиники мы создаем так называемый центр лучших практик, поскольку все население области и города прикреплено и соответствующие тарифы и расходы заложены. Кроме того, в планах реконструкция первой городской больницы, а также расширение кардиологического центра, сообщил Аким области. Еще одна инициатива главы государства – развитие массового спорта. Этому вопросу в регионе также уделяют большое внимание. В 2021 году, буквально недавно, мы уже открыли финансирование, подушевое финансирование для тех детей, которые ранее вообще не занимались спортом. Более 2000 детей уже на сегодняшний день дополнительно вовлечены в занятия массовым спортом. А уже в 2023 году плюс 13 тысяч детей будут заниматься массовым спортом. По словам Аблка и Раскакова, благодаря подушевому финансированию секции до 2025 года, как минимум половина детей в регионе будут заниматься спортом. Это позволит взрастить новую плеяду чемпионов. Профильному управлению поручено разработать программу, чтобы сделать физическую культуру доступной для повладарцев. В Казахстане за год на 9% подорожало молоко. Теперь оно обходится потребителям в среднем на 30 тенге дороже за литр. Но есть вероятность очередного скачка цены. Все дело в маркировке этого товара. Все тонкости вопроса в экономическом блоке разбирал Артем Буланов. В стране уже реализуется пилотный проект по цифровой маркировке молочной продукции. По мнению инициаторов, новшество это позволит вытеснить некачественный теневой товар с рынка, повысить конкуренцию среди производителей, а дистрибьюторы смогут быстрее пополнять прилавки. Но молочники заявляют, что тогда стоит ждать значительного подорожания, ведь придется заменить кассовые аппараты и наладить систему автоматизации. За последние пять лет среднегодовой темп роста стоимости молочной продукции без маркировки составил от 6 до 13%. Это говорит о постоянной тенденции роста. Внедрение маркировки и прослеживаемости товаров не окажет ощутимого влияния на конечную стоимость молочной продукции. Так прокомментировали ситуацию в столице, однако ощутимо или неощутимо подорожает молоко, сможет сказать только потребитель. Жители Павлодара, где есть фермы и налажен процесс поставки полезного напитка на прилавки, все равно переживают. Зачем дорожать молокопродукты? Вот именно продукты. Там на товаре, ладно. А что нам остается делать? Не пить молоко? Как брали, так и будем брать. Это уже не молоко, а молочный продукт. Должен быть гостное молоко, настоящее цельное молоко. Почему мы покупаем под видом молока какой-то напиток, неизвестно какого происхождения? По мнению независимых аналитиков, после введения маркировки дополнительная накрутка на молоко достигнет 40-50%. Это по самым пессимистическим прогнозам. Стоит добавить, что данная система уже введена в России и Республике Беларусь, где, кстати, с рынка удалось выжить второсортных производителей. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания Ирбис. За холодным и огнестрельным оружием в соцсети именно так, похоже, поступают некоторые повладарцы. Там обнаружено сразу несколько сообществ, где горожане, судя по комментариям, пытаются обмениваться и приобретать запрещенные законом средства самообороны. Мы специально не показываем вам названия этих пабликов, чтобы не рекламировать данные группы. Здесь происходят занимательные диалоги. Вот, например... Куплю травмат или пневмат или боевой пистолет. Пневмат есть. Такие горячие обсуждения заинтересовали сотрудников полиции. Говорят, каждый день на просторах интернета регистрируются разные сообщества, и уследить за всеми бывает непросто. Но каждая группа попадает в разработку. Ведь любая подобная сделка, где фигурирует оружие, всегда под прицелом оперативников. Торговля оружием, она у нас контролируется органами внутренних дел. Согласно закону о государственном контроле за отдельными видами оружия, номер 339 от 30 декабря 1998 года, где торговля, то есть оборот оружия, имеет право заниматься только торгующей организацией, имеющей лицензию от органов внутренних дел. Травматическое, оно является только служебным оружием. Сегодня нам не раскрыли всех тонкостей оперативной работы, но сообщили, что данные группы в социальных сетях вне закона, и личности их создателей уже устанавливают. А всех граждан предупреждают, что лучше сдать незарегистрированные пистолеты и боеприпасы. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Стопроцентную вину работодатели определили в деле о несчастном случае с Валентиной Найдиной. Напомню, почти год назад на автомойке в Павлодаре произошло ДТП, в результате которого девушка лишилась ноги. Через суд она смогла доказать факт трудовых отношений, а инспекторы, в свою очередь, назначили проверку. По словам Валентины Найдиной, за рулем автоклиента был сотрудник автомойки. Он, будучи в алкогольном опьянении, врезался в девушку. С места ее забрали в больницу, где в итоге ампутировали ногу. Работала пострадавшая неофициально, потому пришлось идти в суд, где удалось доказать факт наличия трудовых отношений. Владельцу обязали заключить договор, а инспекторы приступили к проверке несчастного случая. По результатам расследования комиссия определила 100% вину работодателя. В настоящее время материалы специального расследования переданы управлению полиции для дальнейшего принятия мер. Переданы они в рамках статьи 156, то есть нарушения правил охраны труда. Управление труда сообщили владелец автомойки. С результатами проверки не согласилась. У нее есть право решения обжаловать в суде. А пострадавшая Валентина Найдина теперь может требовать возмещения вреда, компенсацию по потере трудоспособности, оплату лечения. Артем Климат, Серега Нагбаев, телекомпания «Ирбис». Бывшего полицейского, совершившего несколько разбойных нападений, приговорили к 10 годам колонии. Напомню, в марте в сети появились кадры с камеры наблюдения из магазина в Кинджиколе. На них видно, как мужчина, угрожая пистолетом, пытался забрать деньги, но продавец смогла дать отпор. Позже стало известно, что подозреваемый задержан. Им оказался сотрудник линейного отдела полиции на станции Павлодар. В суде стали известны подробности разбойного нападения. Обвиняемый о даче показаний на заседание отказался, лишь просил считать его действия грабежом. Судья, в свою очередь, подробно объяснил, почему менять ничего нельзя. По версии следствия, младший сержант утром заступал на службу и после стабильным оружием отправлялся на дело. Он выезжал на совершение разбоя. 25 февраля 2021 года им совершено разбойное нападение на отделение Казпочты в селе Кинжиколь. Там он похитил 21 тысячу тенге без совершения разбой. Почему квалификация осталась такая разбой? Потому что он угрожал кассиру этого отделения Казпочты. Он угрожал применением боевого пистолета Макарова, полученного им утром при заступлении на службу. В тот же день, как сказала судья, сержант похищенной деньги проиграл в букмекерской конторе. Вновь на преступление отправился в начале марта. Тогда-то в соцсетях и появились эти кадры из магазина в Кинжиколе. К слову, перед тем, как угрожать продавцу, он пытался ограбить микрокредитную организацию в Павлодаре, но тоже получил отпор. После двух неудач все-таки совершил, задуманное в одном из магазинов областного центра. Сотрудника линейного отдела полиции на станции Павлодар задержали в тот же день на рабочем месте. Виноватрицать не стал. Приговором суда ему назначили 10 лет лишения свободы. Звание младший сержант лишился. Артем Клеван, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Павлодарцы сегодня массово жаловались на отсутствие воды в кранах. Это самая просматриваемая новость в социальных сетях. Пост опубликован в аккаунте телекомпании «Ирбис». Кстати, на нашей странице частый гость Аким Города, его ответы горожанам и многое другое в очередном горячем обзоре. В телекомпанию «Ирбис» сегодня массово звонили повладарцы с жалобами на отсутствие воды. По информации ТО «Павлодарводоканал» сегодня велись работы совместно с восточным предприятием электрических сетей. При переподключении сети произошло отключение насосов. Здравствуйте, уважаемые жители города Павлодара. Причины отсутствия воды выясняются. Просим набраться терпения и ожидать. Мира? Тоже нет воды никакой. Неужели водоканал не дает ответа? Надолго ли отключили? Большой резонанс вызвал этот пост в аккаунте телекомпании «Ирбис». Очевидец прислал нам видео, на кадрах которого бедный пес, упавший в яму. Автор утверждает, что рядом нет никакого ограждения, только ленточки. Публикацию на нашей странице прокомментировал Аким Городом. На данном участке физическим лицом производились работы по установке септика. Разрешительных документов у лиц производящих работы не оказалось. Собаку вызволили из ямы утром. При беседе с хозяевами собаки претензий к лицу производящему работы не имеется. В живую зрители телекомпании «Ирбис» увидят главу города на экранах уже 9 сентября в 20.40. А Саин Байханов ответит на ваши вопросы в прямом эфире программы «Интересно знать». Их можно задавать по прямому номеру 557640, а также в WhatsApp 8705-631-85. Самые важные обязательно прозвучат. Спонсор новостей и соцсетей – мебельный салон «Жануя». Мебель для жизни. Стильная и фирменная мебель – залог эстетики и комфорта. Только в салоне «Жануя» по адресу улицы Нуркина, 114-1, предоставлен огромный выбор мягкой мебели в разных ценовых категориях. Диваны и кресла от российской фабрики «Аврора» – соотношение цены и качества. Нестандартные решения для любого пространства и на любой вкус. А большой ассортимент корпусной мебели вы найдете в магазине по адресу улица Сатпаева, 253, дробь 1. В управлении ветеринарии Павлодарской области прокомментировали ситуацию с задержкой заработной платы сотрудникам. Напомню, информация с жалобой появилась в сети. Когда будет решена проблема, узнал Азамат Эдхалин. Ветеринарные врачи, оставшиеся без зарплаты, говорят, проблема давняя. Обращались в разные инстанции. В СМИ впервые. Надеются на решение проблемы. Эта проблема у нас из года в год остается. Мы сталкиваемся с этой проблемой именно когда обращаемся по кредитам, когда идем в медицинское учреждение. У нас нету своевременных пенсионных отчислений. В прошлом году, отмечают ветврачи, им задержали зарплату на 4 месяца. В этом ситуация повторяется. На днях была встреча с руководством. Пообещали закрыть все долги. Причину возникшей проблемы попытались объяснить. Эта отрасль самая низкооплачиваемая. Они произвели подъем, увеличение заработной платы, в связи с чем они, кроме этого, еще потратили деньги на другие производственные затраты. Соответственно, они неправильно рассчитали объем заработной платы, что привело к разрыву бюджета их и, соответственно, создало вот такую напряженную ситуацию. Как отметил глава регионального ветеринарного ведомства, для выплаты зарплаты выделены дополнительные средства. Долгожданные деньги сотрудники получат в течение следующей недели. Стоит отметить, по словам руководителя областного управления, ранее в среднем оклад везд врача составлял 75-80 тысяч тенге. На сегодняшний день его увеличили до 155-165 тысяч. Азамат Айтхалин, Валерий Павлов, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». В райский сад превратили свой двор жители дома номер один по улице 29 ноября. Здесь голова идет кругом от изобилия деревьев и цветов. Люди говорят, создать подобную красоту может каждый. Главное терпение и сплоченность. Сбился со счета экзотических растений наш корреспондент. Долгое время ничего, кроме сорняков, здесь не росло. Но все изменилось вмиг, когда соседям надоело смотреть из окон на бурьян, расплодившийся в округе. Люди вышли, взяв в руки лопаты, метла, краску и стойка, решили окружить себя деревьями и цветами. Сегодня о таком саде у дома мечтает каждый житель города. Хочу поблагодарить всех соседей, которые приняли участие на собрании, облагородить весь двор, спилить старые деревья, которые 67-го года, и восстановить деревья уже более хвойными, более молодыми. И это вот после нашего общего объединения посадить деревья, вот у нас такой создался очень красивый двор. Только вдумайтесь, под окнами дома растет виноград, вишня, смородина, калина, рябина, сирень, липа, ели, дубы, сосны, клёны и тополя. А еще есть совершенно экзотические цветы из Южной Америки, Европы и Азии. Не двор, а ботанический сад. Душа радуется, когда вот сюда приходишь, думаешь, ну, как в райскую какую-то кущу пришел. Ну, в свое время, вот я, например, притащил с дачи, это самое, боярку. Ну, вот такая вот, вот смотрите, какие деревья, какие. Кто-то там яблони, вишни, у нас тут вишневый сад. Сегодня здесь собрали урожай кабачков. Если бы проводили конкурс на звание лучшего двора, то местные жители могли бы легко его выиграть. Ведь каждый из соседей вносит свою лепту в это благое дело. Живут дружно, поливают по очереди. Такая история обязательно должна стать примером и для других горожан, говорят люди. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбес». Парковать транспорт на детских площадках запрещено, напоминает повладарцы и автомобилистам. Видео с конкретным примером зрители прислали в нашу редакцию. А на Геринга-13 находится оголенная теплотрасса. Люди обеспокоены, ведь скоро зима. Это и другое смотрим в мобильном приложении. Спонсор рубрики. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Обратите внимание, в каком состоянии находится наш дом. По улице Геринга-13. Вот давайте посмотрим. И в таком состоянии трубы уже находится третий год. Дважды жена звонила в теплосети. Никакого результата нет. Так, вот еще соседний дом. Геринга-9. Вот, посмотрите. Вот. Это видите, на какой длине оголенные трубы. Изоляция, можно сказать, отвратительная. Вот это канал на Усовке, на который угробили сотни миллионов год назад всего. Теперь ждем, когда дети расшибут голову или сломают ноги, руки здесь. Суворовское кладбище. Раньше вот здесь вот была дорожка. Вот, поставили не оградку, а просто-просто какую-то перекладину. А сейчас нужно обходить далеко-далеко, и там не везде пройдешь. Туда, куда нужно. А как быть людям с ограниченными возможностями? Хотелось бы, чтобы наши власти все-таки городские обратили внимание на кладбище. Вот, посмотрите. Посредине дороги вот такая вот дырка, и уже стоит больше двух недель. Это дорога между первой горбольницей и роддомом. Вот, пожалуйста. Машины постоянно идут. Воткнули палку, чтобы видно было. Но это разве дело? Помогите устранить причину. 1 мая, 286, уже столько видео отправил. Вот, уже две машины уже паркуются. Тут одна и та же вот. Прямо на детской площадке милиции даже дела нет до этого. Вот детская площадка. Горки, вот, все дела. И машины. Примите меры, пожалуйста. Спонсор рубрики. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Для всех жителей города Павлодар теперь доступно многофункциональное приложение, через которое каждый может направить жалобу в городские службы, принять участие в трансформации своего города или записаться на прием «Каким». А также многое другое. Скачать приложение можно в Google Play и App Store. Запустить приложение i2. Открыть вкладку i2Apps. В разделе «Общество» выбрать приложение «Мой Павлодар» и воспользоваться нужной вам услугой. «Мой Павлодар». Город ближе, чем когда-либо. Наследие великих поэтов. Под таким названием в музее имени Бухаржирау прошел круглый стол. Сегодня говорили о творчестве Машхур Жусупа Копеева. Был на встрече и наш корреспондент. Машхур Жусуп Копеев – известный мыслитель, поэт, собиратель устного народного творчества казахского народа. Сегодня он почитается святым. Место его упокоения посещают паломники. Многие верят, что побывав там, можно избавиться от болезней, как физических, так и духовных. Сегодня в музей имени Бухаржирау привезли уникальные экспонаты. Привезли три книги с города Алматы, библиотека редких книг. Там хранились три книги Машхур Жусуп Копеева, Халахуал, Ташликты Курген Тамашамыз, Жаня Сарахан Камдакекена. Сегодня мы проводим мероприятие в канун 30-летней нашей независимости. И завтра будет проводиться мероприятие республиканское. Машхур Жусуп Копеев родился в Баянаульском районе. Там и похоронен. У его мавзолея собираются паломники со всей страны. Азамат Айтхалин, Серик Конакбаев, телекомпания «Ирбис». После двух матчей лидерства в хоккейной лиге Казахстана захватил легендарный клуб из Юскаминогорска «Торпеда». Команда набрала четыре очка. Также на вершине сейчас Актобе, Орлан, Номат и Бейбарыс. Артем, с нетерпением, как и многие телезрители, жду продолжения новостей. Знаешь почему? Хочется знать, как сыграл Иртыш, конечно. У повладарцев, надо признать Владимир откровенно, не все сейчас гладко. Но молодежь пытается доказать свою состоятельность. И об этом мы, кстати, поговорим сразу через мгновение. Так что не переключайтесь. У вас есть вопросы? Мы дадим ответы. В новом сезоне на «Ирбисе». По пятницам в 20.40 в программе «Сигнал». Всем привет, друзья! Это блог номер один о хоккее Казахстана «Головой облет». Наступил сентябрь, а это значит, что вы готовите своих детей не только к началу учебного года, но и к старту хоккейного сезона. И поэтому я решил сделать сегодняшний выпуск максимально полезным для родителей спортсменов и подсчитать, сколько стоит подготовить ребенка к секции хоккея. Не только интересный, но и полезный выпуск. Не пропустите уже в субботу в 22.00 и в воскресенье в 11.00. Иртыш открывал сезон матчами против Алматы. Молодые хоккеисты из Южной столицы тренировались на льду еще в июле, а хозяева арены в это время такой возможности не имели. Все это отразилось на итоговом счете, но без сенсаций все же не обошлось. Переосмыслив первое поражение на вторую игру, молодые хоккеисты Иртыша вышли уже спокойными и в психологическом плане, но вновь не подготовленными к новой трактовке правил. Постоянные удаления, бессмысленные и ненужные, вновь сбили весь тайминг и план на поединок. Алматинцы реализовали свой момент в большинстве. Это сделал и Патов, а затем Панков вывел гостей вперед уже 0-2. И вот здесь началась сказка для хозяев арены. Семен Герасимов сократил отставание в счете, а через минуту Диаса Таханов и вовсе поверг всех в шок. 2-2. И тут бы окончательно показать, кто хозяин арены. Но очередное удаление. И прощай, даже ничья. Ливанов и все тот же Ипатов довели дело до победы 2-4. Голкипер и команд были на высоте, особенно Валерий Штукерт, отразивший 44 броска. «Хотели выстоять, отыгрались 0-2. Третий период был за нами, но бывает. Не получилось чуть-чуть. Но ничего страшного. Главное, показали характер. Я парням только спасибо могу сказать. Бились, кусались, отыгрались 0-2. Этого многого стоит». Большую часть времени, как сказал, полировал скамейку. И вот подумал, задумался. И с родителями приняли решение, что лучше поехать в клуб менее сильный, но чтобы там давали играть. Следующий матч «Иртыж» проведет 10 и 11 сентября. Соперниками повладарцев станет клуб «Снежные барсы». Сборная Казахстана провела пятый поединок в рамках группового раунда к чемпионату мира. Наши футболисты в гостях сыграли с командой Боснии и Герцеговины в ничью 2-2. А вот молодежь была очень близка к тому, чтобы завоевать свои первые баллы. Вся игра в атаке молодежной сборной Казахстана строилась через воспитанника повладарского футбола Армана Кенесова. Но обыграть крепкую данью на своем поле в отборочном турнире к первенству Европы все же не удалось. Победу гостям принес Уильям Бевинг, забивший на 78-й минуте. Отметим, что с середины второго тайма хозяева поля играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Саги-совет. Таким образом, наша молодежка потерпела второе поражение подряд в нынешнем отборочном цикле. До этого сборная Казахстана, а также дома, проиграла Бельгии 1-3. Увы, в своей группе под литерой Ай Арман Кенесов и компания пока занимают последнюю, пятую строчку. Впереди Бельгия, Даня, Шотландия и Турция. Вторую медаль выиграла Рината Султанова на международных соревнованиях по велоспорту Гран-при Омск. Чемпионкой наша спортсменка была в Мэдисоне, групповой гонке по очкам. Контрольный заезд провели и мастера академической гребли. Второй этап Кубка Казахстана – турнир среди мастеров. Готовятся все региональные команды, наши гребцы особенно. Мы принимающая сторона, но попасть в сборную совсем непросто. Конкуренция «Будь здоров!» на место по 2-3 кандидата. Лодок по-прежнему на всех не хватает. У нас достаточно много участниц, кто хочет выступать на соревнованиях. Но так как всего 4 лодки можно отобрать от области, от города, в принципе, будет очень жесточенная борьба. Потому что все хотят идти, а девочек у нас много достаточно. Также будут мальчики выступать в двойках парных, тоже будут бороться. Конечно, выступить я хотела бы во всех гонках и поучаствовать. Но больше всего возлагаем надежду на двойку распашную, потому что девочек в этой категории очень мало, а соперницы не сильно нас обходят. В сезоне у наших гребцов стартов было немного. Тем не менее, с каждого они привозили медали, чаще бронзовые. Но от турнира к турниру повладарцы прибавляли. На молодежных играх специалисты отметили большой рывок в парных дисциплинах. Особенно у девушек в лодке распашная. В самом сложном виде академической гребли. Твой напарник – это, грубо говоря, вторая твоя часть. Если ты с ним как-либо конфликтуешь, у вас ничего не получится. Поэтому академическая гребля распашная. Это, скорее, больше не о технике, а о взаимопонимании с твоим напарником. Моя задача – подстроиться под Милану и понять, в какой момент она ускорится, в какой она замедлится. Потому что на самой гонке у нас нет возможности разговаривать, выключать. В календаре Казахстанской Федерации второй этап Кубка намечен на первые числа октября. Турнир активный. Однако все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Павлодаре. У нас на сегодня все. Читайте и смотрите самые интересные новости на нашем сайте. Ирбис.тв.кз и страницах в социальных сетях. А спонсор новостей спорта – магазин «Шуб Эталон Меха». Выбирайте лучше, ведь вы этого достойны. Завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». Спонсор новостей спорта – магазин роскошных «Шуб Эталон Меха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова